Между тем, сам праздник не является выходным днём, однако уже традиционно к нему приурочено множество мероприятий. О том, что подготовили нирюнгринцы в этот праздник, расскажут наши корреспонденты. Торжественные шествия, пропагандистские акции, молодёжные флешмобы. Все эти мероприятия несут в себе главную цель – рассказать жителям историю праздника, важность и значение государственных символов России. Я думаю, такие праздники должны быть, ведь особенно этот, ведь этот флаг объединяет огромную страну, огромную нацию многомиллионную, объединяет под собой достижения научные, достижения в труде. Вечный вопрос, что означают цвета триколора. Официального их толкования не существует. Но наиболее распространённое мнение о том, что белый цвет в мировой геральдике символизирует благородство и открытость, синий цвет – верность, честность, безупречность, а красный – мужество, смелость, великодушие и любовь. Отрадно, что из года в год нирюнгринцы придают дню флага большое значение. И сегодня горожане, несмотря на дождливую погоду, пришли на праздник, тем самым выразив чувство патриотизма любимой стране. Это праздник объединения всех народов России, это дружба всех народов России, это возможность лишний раз осенью, перед началом учебного года, встретить всех своих знакомых, педагогов, коллег, детей, которые уже соскучились по активной работе. В день флага России 20 юных нирюнгринцев получили свой главный в жизни документ – первый паспорт. И ещё более колоритным праздник сделала патриотическая акция «Живой флаг». Для этого были подготовлены полотна триколора. Десятки нирюнгринцев выстроились на центральной улице города, разделившись на три части по цветам. И несколько раз создали так называемую «волну». Желающих принять участие в акции оказалось немало. Екатерина Павлова и Айя Ломосов, НВК «Сахань» Нирюнгри. Отметили праздники в северной части Якутии. Узер Снеры передаёт Светлана Поцелуева. На главной площади Узер Снеры, площади Победы, состоялся митинг, посвящённый Дню государственного флага России. Триколор – один из главных символов независимости и могущества нашей страны. Об этом мы говорим даже дошколятам. Здесь же торжественно вручали паспорта молодым россиянам. Принуть, соблюдать конституцию и законодательство Российской Федерации. Права и свободу её граждан. Исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества. Защищать свободу и независимость Российской Федерации. Подверным России уважать её культуру, истории и традиции. Я очень рада, что именно мы в первый раз всё-таки нам вручили паспорт. Поехали в первый раз в жизни в Нейре. То, что у нас надение флага Российской Федерации. Патриоты своей страны должны давать клятву стране. То, что будут верны своей стране и ничто не будет делать против своей страны. Развивается флаг, звучит гимн. Далеко на севере, на окраине России, люди чувствуют единение со всей страной. Уважение к её традициям, гордость и надежду на достойное завтра. Светлана Пцелуева, Павел Комин, НВК Саха, Уснера.